И вот еще один вопрос от подписчиков моего канала в телеграм. На мой взгляд вопрос гипотетический, из серии, а давайте представим. Представить-то мы себе можем все что угодно, только вот насколько это будет соответствовать реальности? Ситуацию всегда нужно оценивать комплексно. И даже если женщина живет одна, значит ли это, что она сама себя обеспечивает? Например, откуда у нее квартира? Досталась по наследству от родителей, она ее отсудила от мужа или купила сама? Ведь мы прекрасно знаем, что сейчас большую часть того, что человек зарабатывает, уходит на приобретение недвижимости. Если бы она покупала квартиру за собственные деньги, то, скорее всего, обеспечивать себя она бы уже не смогла. Дальше, получает ли она от государства какие-то пособия, льготы и выплаты? Например, как мать-одиночка или за потерю кормильца? Ведь это все тоже входит в ее совокупный доход. Или кто устроил женщину на должность, на которой она получает столько, что может себя обеспечивать? Ведь ни для кого не секрет, что очень часто пристроить жену или любовницу на должность, на которой баба не делает ничего, но получает большие деньги, это скрытая форма спонсорства. Например, как тут совсем недавно выяснилось, у бывшего министра обороны было очень много заместителей женщин на генеральских должностях. Можем сказать, что они сами себя обеспечивали. Ну и, наверное, самое главное. Даже если женщина не получала наследство, не отсуживала у бывшего мужа имущество, не строила карьеру через постели, не является ни чьей родственницей, а всего добилась исключительно сама, то к тому времени, когда она сможет полноценно себя обеспечивать, ей уже будет достаточно много лет. А поэтому, как женщина, она вас навряд ли заинтересует. Спасибо.